Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот и повзрослел наш салат. Половина я его уже, видите, пустые места употребила в пищу. Но сегодня я пришла рассказать вам, как получить свои семена салата. Если вы только начинаете заниматься садом, огородом, сразу привыкайте пореже бегать в различные садовые магазины за семенами. Семена сейчас не очень хорошего качества и все дорогие. Старайтесь в тех культур овощных, которые дают семена, собирать семена сами. Вот салат как раз принадлежит к тем овощным культурам, к зелени, которая прекрасно дает свои семена. Когда он достигает вот такого размера, вот уже взрослый, все те кустики, которые вы употребили, ну как предназначены для еды, вы выдергиваете, а одну или две вот таких взрослых оставляете на семена. Никаких проблем в сборе семян нет, он сейчас вырастет, выкинет цветочную, цветочную вот эту вот, как сказать, бутон, зацветет. Там будут стручки потом после цветения. Вы их отберете, положите, разлушите, потом положите в мешочек, это будут ваши собственные семена салата. Также можно не собирать семена с лука, батуна, с укропа. Когда все это будет цвести, отцветать и давать семена, собирайте свои семена в мешочек. Уж такие семена, как салат, укроп, лук, зеленый, бутонная зелень. Вы должны эти семена иметь свои. Не нужно ходить в магазин, покупать их, тратить зря деньги. Огород в большей степени должен обрабатывать себя сам. Старайтесь получать для будущего года посевной материал свой. Все, потом, вот сейчас мы салат, я вам покажу потом, когда он. Также можно сделать брокколи, оставить одну пекинскую капусту до зацветания. Когда она зацветет, все это может дать свои семена, редис. Вы можете все эти наименования уже вычеркнуть из списка для покупки семян на будущий год. До свидания.